Ближе к столу, пожалуйста. Вот шарик, вот шарик, из-за шарика. Ну что, готовы? Да, готовы. Здравствуйте, Константин. Я забыл, как тебя зовут. Марина! Здорово, такое уже забыли. Кружи нас, тогда еще. Меня зовут Марина. Здравствуйте, Константин. Хорошо. Говорите, меня зовут Марина? Нет, да, не надо. Все, хорошо. Ну да, меня уже знают, меня засветилось. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Марина. Расскажите сейчас о мероприятиях, которые вы организовали. Все организовали. Да. Заново, да, все? Можно без здравства. Хорошо. Расскажите о мероприятиях, которые вы организовали. Значит, в данный момент времени заканчивается мероприятие, проходит финал аматорского турнира, турнира чемпионата Харьковской области. Аматоры – это считается первый уровень начинающего спортсмена. Пришло участвовать 40 человек. Сейчас проходит полуфинал, финал. А параллельно этому мероприятию проходит чемпионат Харьковской области среди ветеранов и сеньоров спортивного бильярда. Там тоже на удивление, но мы собрали. Нет, тоже все. Фуфло уже по-моему. Еще заново. Что не так? По-моему, все нормально. Я понял, что я дальше скажу, это на удивление. Мы собрали, мы собрали 7 человек. Это было очень много. Расскажите о мероприятиях, которые вы организовали. В данный момент времени проходит чемпионат Харьковской области по спортивному бильярду среди аматоров данного вида спорта. Аматор – это считается уровень начинающего спортсмена. Идея заключается в том, чтобы развивать спорт со всех сторон. Мы всех игроков нашей области поградировали по уровням. Есть такая система. Система называется ЛО. Используется она в шахматах. И мы эту же систему использовали и в спортивном бильярде. Идет и уровень аматоров, затем уровень любителей, потом эксперты, профи и маэстро. И в данный момент времени проходит финал среди аматоров. В общей сложности мы собрали 40 человек. Восьмерка лучших по рейтингу этого чемпионата будет участвовать в финале чемпионата Харьковской области. И не просто участвуют в нем, они попадают без квалификации, попадают сразу в финальный день. Таким образом мы поступили и с любительской лигой. Но там на финальный день попадают 16 человек. И соответственно, когда будет проходить финальный день чемпионата Харьковской области, 16 лучших после квалификации среди профессионалов, плюс 16 любителей и плюс 8 аматоров спортивного бильярда. Итого мы проведем финал чемпионата Харьковской области среди 40 участников. Но параллельно этому мероприятию проходят еще два мероприятия, очень важных для нашего города. Это чемпионат Харьковской области среди сеньоров и ветеранов спортивного бильярда. Кстати, такое мероприятие не проводилось с 1998 года. Мы сейчас это все восстанавливаем. И еще наши ребята, спортсмены, команда из 11 человек поехала на чемпионат Полтавской области. И на данный момент там сейчас проходят полуфиналы. В полуфиналах в одном полуфинале играет харьковчанин Галушка Олег, и во втором полуфинале играет тоже харьковчанин Поляков Артур. Мы надеемся, что они оба зайдут в финал и выиграют чемпионат еще Полтавской области. Ну вот и все. Спасибо вам большое. Вопросов нет еще одного. Сейчас будет еще один вопрос вам. А мне тоже здорово? Начинаешь. Нет, можешь здорово. Ну сразу вопрос. Так, можно задать вопрос. Не можно наслужить. Так. С какими трудностями вы столкнулись, организовывая это мероприятие? Ну, трудностей немного на самом деле, потому что у меня есть сильная команда, команда специалистов. В команду входят такие, скажем так, специальности, как секретарь федерации спортивной, судьи, судейская коллегия, судейский состав. Вот, очень много партнеров, очень много, скажем так, людей, которые помогают развитию этого спорта. Это в основном управляющие и хозяева бильярдных клубов, в которых мы проводим турниры. Вот, поэтому, как бы, с этими трудностями нам справляться довольно-таки легко. Вот, ну, сложности могут быть... Сейчас, надо подумать, какие могут быть сложности. Ну, что, я это демонтирую. Да. Думаю о сложностях, знаешь, а вообще, о чем они говорить об этой сложности. Я просто тебя же укрепляю, как вы можете поднять, что-то не говорите. Да, единственная сложность – это большое количество мероприятий, очень такая высокая скорость. Практически каждую неделю мы проводим чемпионаты. Чемпионаты среди разных уровней. Чемпионаты – это могут быть дети, это могут быть юниоры, юноши, это могут быть девушки, женщины, сеньоры, ветераны. Это может быть дисциплина другая, то есть дисциплина, по которой проводятся аматоры. Это пирамида называется, но есть дисциплины еще пул, снукер, карамболь. В Харьковской области мы сейчас проводим две дисциплины – это пул и русский. Вот, турниры среди аматоров, любителей, профессионалов. Вот, корпоративные турниры. В этом году мы провели турнир среди выпускников Народной Украинской Академии, турнир среди выпускников ЮРА Академии, турнир среди работников жилищно-коммунальных услуг. И в плане на 2017 год большое количество таких корпоративных турниров, турниров среди военных. И самое большое мероприятие на 2017 год, я хотел бы подчеркнуть, это открытие школьной лиги по спортивному бильярду. То есть каждая общеобразовательная школа будет выставлять своих лучших шесть игроков и за звание лучшей школы. Кстати, в тех школах, которые войдут в призы, будут установлены бильярдные столы для детей, которые отстранены от уроков физкультуры. Второе мероприятие очень важное, это чемпионат, не чемпионат, надо это вырезать. Второе важное мероприятие, это кубок мэра города среди государственных, частных, общественных, спортивных организаций. Ну и узконаправленно непосредственно это чемпионаты кубок Украины, это на год около 36 турниров. Поэтому сложность, это, скажем так, не успевает организм получить удовольствие или, например, там может быть какой-то негатив, уже начинается следующее мероприятие. То есть большой темп, большая скорость, поэтому это единственная сложность. Но повторюсь, опять же, с такой сильной командой будет справиться довольно-таки легко. Хорошо, спасибо вам, до свидания. До свидания.